всем привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас бесподобный рецепт выпечки для которого понадобится тесто на кефире и для начала я в мою миску выливаю кефир и сюда же добавляю пол чайной ложки пищевой соды сода погасится в кефире вот посмотрите как уже идет реакция появляются пузырьки вот так она пеется я сюда же добавляю 2 яйца и нам понадобится 50 миллилитров растительного масла все это хорошо перемешаю вот такая вот легкая воздушная масса у нас получилось и последнее что нам осталось это добавить муку и соль я просеиваю муку нашу миску сюда же я добавляю пол чайной ложки соли и мы вымешиваем мягкое тесто соединила все ингредиенты и перехожу к замесу тесто на столе вот такое вот гладкое тесто у нас получилось а теперь я должна буду разделить на 12 равных частей сначала закатаю вот такую колбаску разделю пополам потом каждую половину еще на 6 частей каждого вот таких 12 шариков у нас получилось а теперь я немного подпыляю стол и раскатываю каждый шарик диаметром приблизительно 20 сантиметров вот так тонкая раскатала все 6 колобков теста а теперь берем каждую круглую заготовку и также подготовила размягченное сливочное масло и чем мягче масло тем тоньше мы его можем вот так вот смазывать складываем все наши круглые заготовки в стопку и между слоями вот так тонко смазываем размягченным сливочным маслом и снова смазываю масло и продолжаю складывать вот такая вот первая славянная стопка у нас получилось я ее откладываю и продолжаю раскатывать колобки тесто в аналогичные круглые заготовки я закончила раскатывать все колобки тесто и аналогичным образом вот так вот все слои складываем в одну стопку и между слоями смазываем сливочным маслом вот такие две стопки у меня получились я беру два полиэтиленовых пакета и наши слоеные заготовки помещаю в пакет а теперь ставлю их в холодильник на то время пока застынет масло ну а если торопитесь можно положить в морозильную камеру буквально на 20-30 минут после чего можно формовать нашу выпечку за это время мы приготовим начинку и я покажу как я это делаю для начинки я взяла творог и небольшой кусок сыра который надо натереть на крупной терке если у вас сыр не соленый можно сыр взять без творога я сыр натираю на терке вот столько сыра у нас получилось и весь тертый сыр я добавляю к творогу все хорошо перемешаю и начинка готова сюда можно нарезать любую свежую зелень укроп или петрушку и зеленым луком тоже получается очень вкусно а сегодня мы приготовим творог с сыром с начинкой мы закончили я достаю тесто из холодильника и мы продолжаем формовать нашу выпечку я достаю тесто из немного подпытаю стол и выкладываю тесто на стол а теперь каждую слоеную заготовку нам надо будет раскатать раскатали вот в такой вот прямоугольный пласт а теперь с одного края весь наш плат я заворачиваю в рулет вот такой вот рулет у нас получился я отложу а теперь берем вторую заготовку и снова раскатаем и снова раскатали в прямоугольный пласт и вот так вот с одного края мы заворачиваем рулет а теперь я беру нож и вот так вот толщиной два пальца может быть чуть больше делю наши рулеты на на порции берем второй рулет и точно также разделим его на порции ну а теперь берем каждую заготовку и вставим вертикально немного надавливаем и надо будет чуть-чуть раскатать ну и вот последнюю порцию теста я раскатаю мы раскатываем небольшой круглый пласт приблизительно диаметром 8-10 сантиметров а теперь берем каждый круглый пласт центр выкладываем начинку вот так вот закрываем и немного надавливаем ребром ладони вот такая вот заготовка у нас получится она духовке она еще раскроется и получится красивая слоеная выпечка и снова берем тесто в центр выкладываем начинку закрываем начинку вот таким вот образом и надавливаем вот такие вот красивые заготовки у нас получились которые я перекладываю на противень предварительно смазанный растительным маслом их можно смазать молоком можно смазать растительным маслом а можно сделать так как я взяла один желток разбавляю его с ложкой сметаны и смажу верх наших заготовок и последнее что нам осталось я ставлю противень духовку при температуре 180 градусов на 25 минут ориентируйтесь по особенностям своей духовки доводим выпечку до готовности и обязательно покажу что у меня получилось посмотрите какая красота у нас получилась какая потрясающая выпечка и посмотрите какая она слоистая это получает не только красиво но и очень вкусно и вот так вот она выглядит в разломе готовьте радуйте своих родных и близких но если вам понравился наш сегодняшний рецепт подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте лайк нам очень важно обратная связь и делитесь рецептами в соц сетях всегда ваше всегда с вами домашняя кулинария пока